здравствуйте друзья понедельник 20.00 и в эфире Днепр ТВ спортивный подкаст я Дмитрий Халов и мы сегодня вместе с Анатолием Борисовичем Шинкаренко будем обсуждать последние новости спорта Анатолий Борисович я знаю что сегодня еще какой-то секретный гость нас ожидает ну секретный гость да мы будем потихонечку практиковать это вице-президент лиги ТМС был сюжет на нашем телеканале на прошлой неделе это наша удача сборная лиги ТМС это украинская лига по бразильскому джиу-джитсу они довольно таки успешно выступили на чемпионате мира который проходил в Абудабе два днепропетровских мальчика серебро-бронза в основном наш регион очень много медалей привез и Сергей Погосян по крайней мере мы его ожидаем где-то в конце ну в 20-40 мы посмотрим сюжеты он подойдет но сегодня день такой богатый для футбола в первую очередь мы с тобой говорили накануне эфира о том что сегодня в 21.30 по киевскому времени определится лучший футболист мира по версии францфутбол ну было 30 кандидатов отобрано мы говорили тоже об этом их уже много уже даже расставили кто сколько голосов там получил для кого не секрет о том что основная борьба мы говорят что 3-4 человека уже непосредственно с редакции францфутбола знает кто уже обладатель золотого мяча ну кто-то говорит что его получит Месси кто-то говорит что получит Роберт Ливандовский ну по крайней мере это два человека которые сегодня реально претендует на завоевание этого мяча и опять же не утихают спора до последнего минуты кто из них более достоин получить этот мяч потому что ну Лео Месси впервые в своей такой яркой карьере впервые у него не было титулов на уровне сборной Аргентины в этом году в составе сборной Аргентины стал чемпионом Южной Америки Латинской Америки стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в прошлом году в составе испанской Барселоны но испанская Барселона скажем так очень невыразительно невыразительно провела прошлый сезон Ливандовский наоборот у него очень ну скажем так не у него а у сборной Польши идут дела не лучшим образом но и тем не менее он блещет в составе Мюнхенской Баварии он побил все мыслимые и немыслимые рекорды и самый старый рекорд Герда Мюллера который там держался не знаю сколько 40 или сколько лет ну ну свой голос вы отдаете все-таки за Ливандовский я да я думаю что если бы у меня такая была возможность хотя там сейчас я даже не знаю кто от Украины голосует потому что там система такова что если раньше было по одному представителю от одной страны журналист то сейчас сделали раньше же это было определяли лучшего футболиста Европы по-моему с 2007 года начали совместный проект это францфутбол и фифа определяют и теперь имеет право голоса журналист из той страны команда которой брала участие в чемпионате мира имеет право голоса ну честно скажу вот мы все мы видим да там ну месси великий футболист никто не говорит больше всех золотых мячей у него шесть сейчас может быть седьмой у Роналду пять таких наград потому что они всю жизнь по моему с 2008 года они идут ноздря в ноздрю вперед они пропускали по моему только Модрича в 2018 году в 2020 году не определялся из-за пандемии коронавируса хотя тогда уже все пророчили что победит Ливандовский он тогда и сейчас и тогда был в сумасшедшей форме ну решили не награждать никого ну сейчас Лео Месси после того как он ушел с Барселоны ушел в ПСЖ правда последний мать с Татьяном яркий был такой он отдал три ассиста ассистировал удачно но все-таки самые яркие годы и самое что есть в карьере Месси это испанская Барселона но в этом году как я уже говорил он подтянул свои дела в сборной и наверное лебединая песня его будет чемпионат мира в Катаре в ноябре декабре следующего года все-таки будет уже 34 35 лет я думаю что дай бог конечно но вряд ли четыре года он еще продержится на пике хотя в принципе пойди знай если он там переделанный не переделанный как в этих африканских футболистов там делают вы имеете ввиду что родители Месси могли дать ему новый паспорт ну да ну ты знаешь ни где какой не секрет что он маленьким мальчиком он приехал с родителями переехали они из Аргентины приехали в Испанию он сразу его сразу забрала Академия Барселоны его долго там он был очень маленького роста и там чуть ли не кормили его там специальными какими-то продуктами имеется ввиду витаминами растениями чтобы он смог ну короче мягко говоря за уши тянули Месси чтобы он ну он и так маленький сейчас но и тем не менее Барселона в это его дом родной Барселону и он сейчас уже он даже сейчас после того как он там я думаю что не самый бедный человек в ПСЖ но и тем не менее он уже сегодня как бы у него нотках просказывает то что я хочу вернуться в Барселону тем более что Барселону сейчас Хави возглавил возглавил это его ближайший друг партнер и кудесник мяча все мы помним связку сумасшедшую Иньеста Хави Месси в центре поля которая там всех и все сносила я кстати вчера посмотрел нарезку с участием Хави как он его дриблинг этот ну и что такое три дриблера было в центре Барселоны это Иньеста Хави и Месси ну не знаю там ну мне что-то кажется здравый смысл победить я думаю что все-таки Левандовский заслуживает и должен получить золотой мяч Левандовский безусловно заслуживает действительно он выглядит очень ярко в последнее время но может ли быть такой вариант что последний гол в Киеве какой он забил делегаты которые дают свой голос понимая что Месси вряд ли уже в следующем году сможет бороться за титул как бы дадут ему вот таким вот обратным авансом ну знаешь это мы можем только догадываться да там ну опять же когда говорят Шевченко в 2004 году получил золотой мяч в основном он имел преимущество за то что за него проголосовали голоса отдали представители бывших союзных республик советского союза которые великий праздник да вот хотя вот есть опять же сегодня читал когда Олег Блохин получил золотой мяч у него был сумасшедший результат у него он набрал 122 голоса тогда и 50 Франц Бекенбауэр который был на втором месте получил всего лишь 50 голосов и это был до поры до времени держался он по-моему до 80 какого-то шестого года или девятого года вот я точно не помню когда Мишель Платини тоже получил золотой мяч и он получил 128 голосов вот а до этого был рекорд как бы держался на Олеге Блохине меняется время там я же говорю что сейчас уже если раньше франц футбол там своей редакции определял то как ни странно сейчас мы получим лучшего футболиста мира да ноябрь месяц а фифа будет определять своего футболиста в начале года да там хотя вот мы сегодня опять же мы сегодня шли на эфир мы смотрели что федерация международной истории и статистики да там и и фс как-то по-модному в переводе интернешнл приводится да они определили они сделали левандовские международной федерации футбольной истории и статистики кстати они определили лучший вратарь джан-луиджо донорума из пассажей итальянец и главный лучший плеймейкер дебрюйне из манчестер сити и сборной сборной бельгии сейчас они там включились в то что определить лучший гол премию фернса пушкаша известного легендарного венгерского футболиста но это вот подходит концу люди подводят итоги возможно в предыдущие годы это было как-то мощнее но сейчас вот на фоне коронавируса уже новый какой-то нашли этот самый мутирующий этот самый уже пугают омикрон омикрон или как он там новый штамм да я даже боюсь знаете предполагать потому что последнее время мы слышим о таком количестве штаммов что ну дело в том что становится больше чем талантливых игроков аматорской лиги по футболу днепрюрской области где-то так но что мир надо признать что мир обязан с этим жить никуда мы от этого не денемся и это ты вспомни когда это только все начиналось когда говорили покажите мне хоть кто один заболел ходили там смеялись там вымершие улицы и кто говорит ну покажите хоть одного кто заболел коронавирусом да потом через год волна накрыла одна вторая там ну не будем о грустном пошли дальше по футболу я думаю что нам есть сенс поговорить о жеребьевке которая состоялась в прошлую пятницу в цюрихе и определила нам сборной украине соперники сборной шотландии я предлагаю сейчас посмотреть то видео которое украинская ассоциация футбола выложила непосредственно на этой зажеребьевкой когда лотар матеус вытащил сборную украины под шотландию там аплодисменты раздались там ну и комментарии андрея павелка александра петракова андрея пятого ну и александра зинченко давайте сюжет посмотрим украина украина вот такая реакция так ну все счастливы все гарно трохи обрадовался трохи разочарувался за наших болевальників який не побачить збірного в цих двох матчах треба буде їхати до до наших суперників одна игра здесь нет второе там или там можно где-то поберечься и вот здесь одна вот выходить надо давать все силы здесь можно дополнительное время дать пенальтель шансы у нас есть равные у всех четырех команд но я думаю только об игре в Шотландии в Шотландии в Украине 24 число число не знаю стадион ребят мы знакомы буду просить премьер-двиги не переносить тур чтобы все страдали нашей командой из-за сборной а чтобы мне наши ребята все тренера премьер-двиги президенту пожелали удачи но хочу попросить чтобы две игры наши сборника перенесли на среду если они мне помогут в этом вопросе будет очень хорошо чтобы мы раньше туда прилетим и будем ждать игроков наших всевропейских клубах но там уже на месте сейчас будет задание для администратора чтобы не искали место чтобы туда прилетали я так посчитал 18-го числа это пятница грех жаловаться на что-то на самом деле очень хороший жребий я считаю что первая игра будет я думаю для нас как финал потому что знают как и то как играют сборная Шотландии здесь большинство игроков представляют пример лигу команда очень хорошо готова физически на протяжении всего сезона и безусловно это будет наверное такой очень сложный выезд для нас но самое главное чтобы к марту все все сборники подошли в оптимальном своем состоянии все подошли без травм здоровы и я думаю что у нас будет достаточно времени подготовиться и хорошо их изучить и если я не ошибаюсь мы будем играть на том стадионе так как я называю для нас фартовым где мы обыграли сборной швеции поэтому я надеюсь что все в наших руках ногах и головах ну вот такой сюжет был да знаешь мне вспоминается сразу жеребьевка эйфория такая мне вспоминается 99 год когда нам попала словения и когда мы проиграли словении и вспоминается 2010 год когда мы играли с грецией с грецией скатали в ничью 0-0 в гостях и потом дома в донецке уступили один удар по моему поворота нашего рота но сейчас тоже понятное дело никто не говорит о том что если мы там напоролись скажем так на португалию или на италию бог миловал и сегодня даже почитал уже по моему люди я не знаю там грозный пишет о том что бог любит бог любить украину ну уже доходит до такого такого я не знаю там но мы же ничего не можем противопоставить этому изречению ну ничего ну наверно я тоже в это верю да хорошо дай бог чтобы бог нас любил не только за футбольные дела и за все другие дела чтобы война война прекратилась все закончилось но если говорить о конечно сейчас уже вот сейчас вот опять же знаешь дим немножко беспокоит то что вот если бы сейчас играть когда сборная по большому то счету не на плохом ходу да там вот опять же пройдет время пройдет зима как зиму перенесут сборники ну хорошо там где те люди которые за границей у них там чемпионаты в разгаре там тот же ермоленко тот же зинченко тот же малиновский ребята с бельгии там у них чемпионаты на ходу у нас чемпионатом возобновится но если в конце февраля начнем чемпионат упл это месяц пройдет опять же смотря как это перенесется опять же шотландия будет тоже на ходу потому что их не чемпионат разгаре тем более что в основном игроки из селфика с рейнджерс и с команд правда звезды с неба не хватает на английской премьер-лиги один робертсон который играет в ливерпуле но и тем не менее но самое страшное в этом для нашей команды то то что шотландцы это чисто это чисто домашняя команда чисто домашняя вот они приедут я помню как у нас были игры и с хайбернианом здесь и с другими представителями обердин обердин да вот там приходишь там сумасшествие на стадионе и вот это они просто у них гонят эти британские болельщики хэмден парк 70 тысяч я думаю они придут потому что на чемпионат мира я думаю что они будут гнать свою сборную на наши ворота чтобы финале хлопнуть англичан да и имеется ввиду что понимаешь стандарты это их не конек это угловые удары это штрафные удары это подачи это борьба в воздухе там но они тут короли воздуха скажем так ну принципе если брать если брать вообще то наша команда я считаю будет покласснее и я думаю что грех гневить бога хороший нам жребий попался возможно там если была бы северная македония но северной македонии будет там управляться италия португалия будет разбираться с турцией вот потом стык италия португалия кто-то кто-то один останется дома они поедет ну принципе они должны сами себе корить и итальянцы и португальцы потому что италия не смогла скажем так опередить швейцарию португалия я не знаю как надо было играть чтобы проиграть дома сербам если ты помнишь сербам и там до во львове 5-0 выносили там и белграде там играли там правда игра уже ничего для нас не решала но и тем не менее там ну кто-то останется за бортом очень хочется чтобы мы поехали в катар и хочется чтобы все таки вот в этом вопросе вот именно жеребьевки я думаю что петраков все время жаловал что он не фартовый но я думаю тут фортуна к нему повернулась и он же сам уже говорил интервью когда давал говорит слава богу что бог нас миловал и потому что можно было бы играть с италией португалией мы с тобой по моему на той неделе говорили о том что то такое но тут уже тут уже никуда не денешься если италия не попадет чемпионы европы я не знаю кому там и или италия не попадет на чемпионат европы или же мы не увидим кристиану роналду на чемпионате европы для которого тоже это будет уже лебединая песня учитывая его возраст как и месси кто-то останется но это ж такое все таки роналда может протянуть немножко дольше чем месси учитывая его любовь к этому биохакингу знаете и заботе о своем физическом теле опять же мы говорили там да наследственность там конституция экстерьер там ну как же витамины ежедневные тренировки ну родился он таким дай бог убивишь другой футболист а в бал акции кока-колы помните на конференции ну да да она с другой стороны там да там сколько у нас есть таких футболистов которые там скажем так предрасположен к полноте да там он гоняет 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 хотя бы руку на вспомнить я впервые когда его видел после завершения карьеры какой-то телепередачи я прям не узнал просто не узнал много таких футболистов мы не будем роналду да то же самое то же самое но не будем не грештяну которая а бразилец да уже определено время 21 45 24 марта даст бог если пройдем выходим на победителя уэльса австрия мы не будем далеко забегать там дата 29 марта 5 сборной украины играют в гостях вот в одном повезло другом не повезло ну давайте жить пока чтобы матчем против шотландии готовится дай бог чтобы травму миновали потому что ты же видел да наймар какую травму получил страшную там ну вроде как бы должен восстановиться на когда увидел фотографию когда у него там голеностопа так вот и в дугу изогнулся потерять такого футболиста все-таки ну дай бог дай бог дай бог я думаю что давай дима быстренько сейчас кстати параллельно идут баскетбольный матч кстати на про северную македонию украина сейчас киеве во дворце спорта сражается уже в четвертом периоде против сборной северной македонии это 52 47 мы впереди ну когда мы есть на первая половина была проиграна македонцы захватили инициативу с самого начала и так и не удалось нам отыграться до большого перерыва но в конце третьей четверти все таки игра хотелось бы верить сломалась именно в нашу пользу 52 50 сейчас плюс 2 у нас вот и это отборочный квалификационный этап групповой начали от мира 2023 сожалению если мы уже баскетбол зацепили давай уже до конца добьем потому что чтобы не отвлекаться потому что проигран был матч сборной грузии на матч был проигран вроде играли неплохо но видишь три человека в сборной грузии решили исход этого поединка сумасшедший в хорошем понимании слова шангелия футболист был такой шангелия роман шангелия сейчас баскетболист который играет московском цска да и натурализованный американец решили плюс 5 выиграли ну сейчас от европы такой длительный отбор что принципе обидно что поражение там не взяли очки ну и с другой стороны что слишком долгий путь и можно цепляться там не дай бог что шанс у нас остаются тем более что это всего лишь первый квалификационный раунд дальше будет 2 и нужно в тройку хотя бы залететь интересно что букмекеры перед матчем украины и северной македонии именно сборной украине отдавали преимущество 145 114 на победу украины и 580 на победу северной македонии то есть серьезный такой задел у македонцев хотя мне кажется все таки букмекеры поспешили потому что северная македония команда не такая простая нас же есть история с ними встречи очень болезненно дело в том что они в этом году они приехали там у них очень много отсутствует их них лидеров которые люди поиграли и за рубежом поиграли в испанской лиге и стояновский играл у нас в этом в донецке играл черкасских мапах играл македонец он тоже там болеет ну опять же там уайт ли да по моему джейкоп уайли да это игрок который выступал еще совсем недавно за бруклин нет команду национальной баскетбольной ассоциации в соединенных штатах потом поиграл в прошлом сезоне и в гран-канарии в сарагосе если мне не изменяет память и теперь перебрался в черногорскую будучность вот да приятно что из 12 игроков всем представляют наш регион четыре из них квартет это из слабожанского прометея и трио из днепровского то есть полностью все защитники это представители днепропетровщина днис лукашева виталий зотов сидоров и исуф санон также александр липова из прометея петров и сергей павлов представитель баскетбольного клуба днепр который буквально недавно буквально недавно буквально через несколько дней уже проведет свой матч за клуб против кривбаса дома 3 декабря уже будет играть против николаева ну да там нам ждет еще прометея должен решать свои вопросы попытаться зацепиться за третье место в лиге чемпионов даст бог что срастется матч 8 8 числа динамо они сасари принимают здесь был шанс у нас в первом поединке с ними практически получилось и опять какое-то невезение как в первом матче помните с тенерифа когда буквально на последней секунде решился исход этого поединка и вот динамо сасари было еще обиднее потому что могли их хлопнуть и дома да я думаю что дим прошлую неделю мы с сожалению надо поменем поменем наши украинские клубы в турнирах и лиги чемпионов лиги европы у нас не было представителей и не будет и не будет ни в лиге конференций давайте быстренько посмотрим киевская динамо у нас проводила свой матч против баварии проиграли они 1 2 2 тайм сумасшедший был в исполнении киевского динамо но но уже киевская динамо не зацепится мы видим турнирную таблицу уже даже победа последний матч над бенфикой ничего не решает 5 очков бенфика как минимум будет третий идет дальше в лигу европы а там барселона с баварией пойди знаем может бенфика еще и зацепится и за лигу чемпионов также донецкий шахтер сейчас мы смотрим донецкий шахтер играл с миланским интером уступил 2-0 джека боснеец который не играл против сборной украины забил два гола интер победил победил на классе хотя шахтер пытался играть в открытый футбол опять же смотрим да даже победа над открытием этого турнира над молдавским шерифом три очка если шахтер берет всего лишь 4 будет общих очка и шахтер никуда не попадает ну и заря также имела скажем так теоретические шансы на то чтобы зацепиться за лигу конференций но для этого надо было прыгнуть выше головы надо было обыгрывать рому мауринио в италии ну мы видим что все вышло на упаке наоборот 4-0 рома вынесла и плюс нереализованные пенальти ну и видим опять же у зари 6 очков даже 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 если будет глимт мы обыграем в запорожье девять очков ну дальше в лиге конференции идут дальше идут две команды ну и я не знаю что у нас там по времени давайте тогда очень то ли борисович прометей баскетбольный женский потерпел первое поражение в истории на внутренней арене вы представляете дальше давайте с футболом закончим давайте фееричный матч был в субботу спортивный клуб не про один принимал своего главного конкурента в борьбе за третье место полтавскую ворску ой 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 джека каким-то образом нас это я наверно ошибся не джека там забивали наши парни гуцуляк забил вообще сумасшедший гол на 12 секунде это мяч стал ну и турнир на таблице мы видим гуцуляк забил на 12 секунде это третий мяч по скорострельности за всю историю украинской премьер лиги долбок впервые не реализовал пенальти но выдали сумасшедшую игру я считаю что это была одна до одна из лучших игр нашей команды в этом сезоне и видим что днепр закрепился на третьей строчке турнира на таблице игра с полтавской ворска была за 6 очков днепр их получил эти три очка никто не думал что с таким счетом потому что не так давно тур или два тура тому назад полтавского ворска обыграла киевская динамо у них на поле вот на хорошем ходу спортивный клуб днепр один но они говорят мы за медали там пока что говорить рано но мы хотим вернуть еврокубки в днепр и со следующего года как минимум стартовать квалификационном раунде потому что слишком уж маленький рейтинг у клуба это же не футбольный клуб днепр а будем начинать ну президент команды еще на презентации напрододние кто кажется зона именно про это и говорил что главная цель осторожно говорил но в целом это мечта чтобы снова болельщик днепра сандировали имя команды с одной стороны с одной стороны где-то и везет днепру потому что мы видим что сейчас колос ковалевка буксует наконец-то они назначили тренера вишняк александрия очень заметно сдала в заре луганской непонятки вот и скажем так вот днепр но надо дать должное что то их не проблема соперников надо дать должное что я учу удалось найти подход команде сбалансировать состав доубок это все потому что понимает о чем говорят ребята ради валки до до доброго выучу ну и коль давайте тогда посмотрим прошлую прошлое воскресенье вчера был матч первой лиги в пк агра вешневе тоже матч был за 6 очков играли внушу такое джека светится везде это знак нужно обратить внимание да и видим что 11 1 1 1 там более-менее в исполнении подопечных александр грецая был во втором тайме уже уж город и имел заметное преимущество сократили на то есть сравняли они счет мы видим что в пк агро находится в зоне вылета в этом году 4 команды вылетает пятая команда которая заняла 12 место будет играть переходные игры с лучшей третьей командой второй лиги я думаю что очень проблематично будет в пк агро остаться в первой лиге но зима хочется чтобы зима пошла на пользу на корысть ну и давайте заодно глянем вторую лигу закончились матчи 20 тура второй лиги от мы видим ну тут уже без джека слава богу перемога днепро 3 1 обыграла энергию новую каховку скарук тамаковка обыграл яруд и таврия симферополь обыграла никополь если мы посмотрим сейчас турнирную таблицу видим скарук сейчас обосновался на твердом втором месте перемога идет третье третье место группы b и третье место группы а будут играть в стыковочный матч заправа потом победитель сыграет с 12 командой первой лиги о чем мы говорили раньше ну и на 12 месте футбольный клуб никополь вот так вот мы быстренько пробежали по нашим футбольным делам о баскетболе мы поговорили кстати какой там у нас счет 69 54 мне кажется все да ну слава богу ну можем дайте нам табличку покажите предыдущий матч баскетбола грузия украина 88 83 мы видим да вот у нашей сборной получились первая четверть и последняя четверть получились такими особенно вторая последний четверть получилась провальная 7 очков проиграли что в принципе и истотно вплынуло на пицунковый результат еще говорит и украинскую мову но если сегодня мы побеждаем то в принципе борьба вся вся еще впереди матч ответный с грузией ну и не нужно забывать об испании там-то конечно и грузии там ничего ловить но мы будем скажем так мы будем нам главное свои очки брать да там хотя может там как говорят там ружье раз в году там стреляет там ну нам главное вот с грузинами собирать македонии забирать свои очки ну и испания понятно ну давай наверное то что ты начинал разговор глянем дайте нам сенсацию которую баскетбольный спортивный клуб прометей провел два матча с киев баскетами первом матче в киевском матче девочки прометея видим на 45 игре споткнулся 99 88 11 очков проиграли в следующей игре уже 93 80 уже был прометей как бы вернул себе статус-кво но и тем не менее тебе ближе тематика баскетбола и прометея знакома очень интересная реакция была игроков прометея и спортивного директора и помощника главного тренера клуба кирилла большакова девушки сказали о том что мы поздравляем во-первых киев баскетов вторы конечно вся вина лежит на нас проиграли понимаем что играли плохо будем исправляться а большаков я даже записал то что он сказал он очень комплименты делал такие серьезные после первого матча и после выигранного второго матча он просто был восхищен игроки и баскет сказал о том что команда стала на голову выше если сравнивать их с предыдущим сезоном и после проигранного матча говорил у нас действия были абсолютно некачественными сначала не были пренебрежительными имею ввиду пренебрежение к сопернику потом не хватало кондиции любая мелочь которую нужно было сделать более активно выполнялось в три четверти силы в пол силы одна команда сегодня готовилась и билась а другой команде сегодня было не до этой игры ментально и морально все мысли были в другом месте все хотели прогуляться в чемпионате а киевлянки молодцы показали что прогуливаться не надо ну да по сравнению с прошлым годом да там вообще спромета его вопросов никаких не было там они можно было даже чемпионат не начинать одну всю калитку в этом году видишь и будивельник киевский создал свою команду киев баскет я думаю что не на киев баскет создал прецедент и хотелось бы чтобы таких команд становилось все больше и больше чтобы к это конкуренция все-таки в лиге была потому что приятно наверное болельщикам клуба смотреть за коллективом который просто как катком сносит все на своем пути но все-таки это же спорт ну да и тем более что хочется пожелать я думаю что сильно не повлияет это поражение на нашу команду потому что ей уже предстоит в эту в этот четверг ей предстоит заключительный матч группового этапа против турецкой команды и победа в этой очень сложным названием или азель и даре ой боже как ты выучил я пытаюсь просто я записываю да хорошо но дело в том что скажем пожелаем успеха нашим девочкам я думаю что у них не должно быть проблем если они опять же не поведут себя как в первом матче против киев баскета потому что победа выводит их вернее оставляет их на первом месте в группе из первого места они выходят в раунд плей-офф евро кубка фиба потому что там претендует еще равное количество очков по моему по 9 до нашей команды там они на первом месте идут ну я думаю что еврокоп виман это немножко другой турнир но там же основная задачка про мете уже обыграв у неделю вот на прошлой неделе они задачу свою решили по выходу из группы но основная основной момент в том что нужно было не просто победить нужно еще обыгрывать турецкую команду для того чтобы после завершения группового этапа находиться как можно выше в рейтинге потому что когда будет проходить жеребьевка для следующего раунда чем выше будет команда по своим результатам и статистике после группового этапа тем с более слабым соперником будет встречаться уже в серии плей-офф поэтому большаков и сказал мы должны попасть в топ-10 вот основная задача на этот сезон потому что они понимали что команда настолько сильная что в целом может претендовать безусловно на призы по что у нас что у нас македония там 20 секунд оставалось тайм-аут и мы ведем очень много сколько который борисович титр пропал титр пропал да я довольно буквально появится сразу же вам скажу и зрителям тоже и только я давайте скажу вам а вы зрители хорошо хорошо вот суперкубок завершился волейбольный женский ну я думаю что я вообще вопросов не было бы когда еще я не был не видел когда я посмотрел статистику смотрю орбита примет умудрилась еще одну партию выиграть первую и там 25-27 и потом еще в одной партии по моему в третьей партии до 27-25 уже промете обыграл 3-1 вот казалось бы это первый матч вот с химиком полуфинально да да и финал с орбитой да да ну до 25-27 25-17 27-25 а 25-21 это счет по партиям финальном поединке нужно сказать что в в этом году впервые вот тестировался такой формат финала суперкубка обычно же встречаются две команды победитель чемпионата и победитель кубка вот из-за того чтобы все трофеи на внутренней арене они по идее если говорить про традиционный формат должен были встречаться все равно с химиком со второй командой но в этом году решили решили сделать такой финал четырех поэтому туда и попала и регина которая без шансов проиграла просто орбите в полуфинальном матче который сейчас находится на девятом месте в чемпионате просто было жалко на них смотреть орбита классно сыграла то есть и регина и орбита они были финалистами предыдущих соревнований прошу маду чемпионата и кубка вот выиграли первую партию орбита стало интересно очень на это смотреть после матча иван петков главный тренер команды сказал о том что команда действительно была не в тех кондициях которые бы могла быть мы помним что в на прошлом деле прометей сыграл в минске против локомотива из коллеградской области вот сложный перелет возвращение в чемпионат и естественно когда ты выигрывать все на внутренней арене то о чем говорил большаков очень сложно настраивается найти игры потому что все равно победим но как видим нефину нам режиссеру подсказывают что через три минуты мы будем уже смотреть сюжет я хотел бы еще сказать сегодня ну не сегодня на прошлой неделе был представлен новый главный тренер команде теперь уже волейбольного клуба команды мужской команды не будет днепро а будет опять же с 1 1 января 2022 года будет очередная команда спортивного клуба прометей они как бы вливаются в структуру назначен новый главный тренер бывший женской сборной украины по волейболу владимир орлов он тоже представитель гражданин болгарии до гражданин болгарии да ну и радостная мысль сегодня мысли новость для всех поклонников спорта я смотрю и начальник управления физической культуры и спорта горосполкома александр осипов отметил это во второй декаде во второй декаде августа месяца следующего года мы будем днепр будет принимать чемпионат европы по воднолыжному спорту это событие это заслуга всей нашей федерации воднолыжного спорта днепропетровской области потому что и сборная украины базируется на базе наших воспитанников и нашей детской и спортивной школы которая работают тренеры это с горосполкома я думаю что приедут лучшие горнолыжники водные лыжники европы и будет большой праздник и это говорит о том что алексей мартынов который свое время наверное лет десять или пятнадцать тому назад взялся за это дело и поднял поднолыжный спорт наши сейчас девушки ребята сейчас они на слуху сейчас они бьют рекорды завоевают медали они уже украину знают в мире воднолыжного спорта как одного из лидеров законодателей мод на равне с той же белоруссию где это этот вид спорта очень хорошо развит с той же россией америка и канадой великой британии так что мы уже попали в топ если не десяти я думаю что где-то уже 10 10-15 так точно топовых стран где в однолыжный спорт развивается очень круто анатолий борисович но мне кажется настало время приглашать секретного гостя ну секретного гостя давайте мы сначала посмотрим сюжет я сделаю небольшую подводочку речь в сюжете о том что на минувшей неделе может 10 дней назад в абу-дабе в объединенных арабских эмиратах состоялся чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу где очень удачно выступили представители украинской лиги тмс и два парня два мальчика 14-15 лет из днепра вернулись оттуда серебряной бронзовой медалью и пока мы ждем нашего гостя к нам в студию давайте смотреть сюжет сребным призером у розділі синьих поясів вагової категории до 73 кг з чемпионату світу з джиу-джитсу з майня кого фіншували в столиці об'єднаних арабских эмиратів абу-даби повернувся нікіта шагуйко початку він почергово здолав трьох суперників які представляли країну господаря турніру потім у півфіналі був сильнішим від американця еміра ходоронова після чого у вирішальній сутичці днепровец поступився 17-річному лукасу да сільва де олівейра з бразилії я очень доволен своей борьбой четыре сладки выиграл одну проиграл конечно я был готов выиграть но поспособствовал моему проигрышу скорее всего то что я был не очень так уверен себе но выходил я очень заряженным и может быть не сегодня и не завтра но я стану чемпионом это обязательно 14-річний Михайло Чаосов вперше виступав у категории жовтих поясів вагою також до 73 кг у чвертьфіналі він був сильнішим від Абдули Ахмеда Хаміса Алдар Маки з об'єднаних арабських еміратів а у півфіналі програв на рік старшому від себе співвітчизнику Ростиславу Мартинюку ки згодом і став чемпіоном світу вибравши золоту нагороду да от у него первая схватка була старовським эмиратом пареньком он 7-0 его выиграл очень достойно и так же ребенка сложилась что он вышел на украинского джицера з нашей же команды парень там очень назовем так толковый и с многолетним опитом и Миша была немножко сложновато но это опыт все я думаю что дальнейшие соревнования и набаривание придут его все равно чемпионство можно было немножко к бороться лучше я не такой опытный как мой соперник он немножко опытнее постарше это был мой дебют в желтых поясах поэтому я с тобой в принципе доволен но все же можно было немножко лучше загалом з 10 учасників збірної ліги ТМС девять повернулися з чемпіонату світу з нагородами володарьми чотирьох золотих медалей стали Ростислав Мартинюк Барвара Бондаренко Марія Полторак и Александра Яковенко Срібло окрім Микити Шагойка завоювали також Макар Стрижеус и Егор Головченко бронза у Михаила Чаусова подібні здобутки звісно не тільки тішать керівників дивизиону і тренерский штаб але й викликають гордість за своїх вихованців які гідно представляли країну на такому представницкому міжнародному турнірі продемонструвавши високий рівень підготовки і боротьби Наша юношеская сборна очень достойно выступила, показала свою джиу-джитсу на мировому уровню. Моя личная оценка была такая огромная гордость, учитывая то, что не для всех это, наверное, какой-то первый опыт там был, для нас это был первый опыт выезда Чемпорта Мира, но была очень гордость за наших ребят, начиная от маленького, там стрижувався Макара, до самых старших мастеров, которые выступали. То есть очень такая твердая пятерка на данном турнире. Мы остались довольны на 100 процентов. Те рекомендации, которые и были у них по плану запланированы тренером, так скажем так, тактика стратегии на поединок, они выполнили на 100 процентов. Сергій Погосян разом з основником і президентом Ліги ТМС Шаем Гутманом вирішили власним виходом на килим і участю у сутичках підтримати своїх спортсменів у ході чемпіонату. Перший взагалі дебютував на турніри подібного високого рівня і попри те, що він залишився без медалі, втім взамін отримав ще вагомішу нагороду у вигляді чергової порції шаленного адреналіну, задоволення і досвіду від старту на таких представницьких міжнародних змаганнях. Це зовсім інша боротьба. У мене був план на поединок, тобто мені тренер поставив задачу то, що я маю зробити, я виконав на 100 процентів. Я залишився доволен. Переживання, ну, наверное, буду лукавити, якщо я не переживав, конечно, переживав. І вес у мене був, плюс 3 кг, я його згоняв. Тобто мені треба було війти в свою весовую. І на опыти, ребята, мені попався там колумбійський спортсмен. Правда, він під влагом емирадів выступав, я не розумію, я не розуміючи. Він, в конечному, в итоге, він став чемпіоном міра. Але я проіграв йому 3 балла. І я считаю, що для свого рівня боротьби в Кимону я дуже доволен результатом. Я вийшов статами. Я говорю, блин, у мене стільки сил, я ще хочу боротися, дайте мені ще одну схватку. В феврарі буде чемпіонат Європи в Римі. Ми готовімося, планируємо там тоже принять участь. Ну, дождались ми гостя. Сережа, добрий вечір. Спасибо, що нашло время к нам заїхати. Вице-президент Лиги ТМС Сергей Пагасян, непосередний участник, і сам приймав участь, ввозив свою зборну. Ну, тепер тут в живому ефірі, наживо кажуть українську мову. Какі впечатлень оставив чемпіонат міра? Ну, я смотрю, дуже красочно все було. Араби змогли зробити праздник джиу-джитсу у себе в країні? Да, це було интересно, це було красиво. Якщо положити руку на серця, ми в Україні проводимо не хуже турніри. Согласен, я був в Олімпійських резервах на стадионі. Це був гран-при. Ми в Запорожжі, у нас в большому арені є хороша юність. І по уровню, по качеству проведення, я считаю, що ми на достаточно высокому уровні і в Україні проводимо такі турніри. Так, в Еміратах, це чемпіонат міра, дійсно було дуже багато спортсменів з всього міра. Було багато черних поясів, це топові спортсміни. Були дуже хороші призові, тому піхали спортсміни з всього міра. Без багато бразильців. Скільки поясів, Сережа? Сініє, жовтє, черніє? Ну, починається з білої пояса. І тут, получается, вони провели фактично три чемпіоната. Це був перший розділ Неваза, він проходив три дня. Потім був чемпіонат, на який ми поїхали. Там були подростки і категория мастеров. І третій турнір вже був, там були вже топові спортсміни, адалті. Це в возрасте від 18 до 30 років. Тобто, фактично, вони провели три чемпіоната міра. Все по джиу-джитсу, просто в разных розділах, в разных категориях. Більша нагрузка, організація. Були у нас... Так як ми самі організатори понимаємо, як проводяться турніри, були у нас замечання. Але в цілому обстановка сама дуже приєтна. І все ограничення, які були карантинні, требування, як для спортсменів, участників і гостей, ми все зробили. Це було ненапряжно. Тобто було б желання, все остальне вже... «Цель, не вижу преград». Хорошо. Якщо говорити... Ми не були, скажімо так, гостями на цьому праздниці джиу-джитсу. Імеється в виду, в хорошому пониманні слова, що ви привезли кучу наград, разного достоинства. Ви самі ожидали такого, в хорошому пониманні, хорошого вистріла со сторони своїх подопечних? Це був приєтний сюрприз. Почему? Тому що ще року два року назад, в Україні, як ось країна, яка привозила спортсменів, джитсерів і показує хороший результат, команда після першого дня зайняла четвертого міста. Два року назад про Україну і не знали, що у нас в країні є такі хороші борців, які показують такий клас. Сергій, а чим зв'язаний цей рост? Що два року назад результаты були нижче. З тим, що Лига ТМС появилась в Україні. Як ми плавненько підійшли до Лиги ТМ. Це на сьогоднішній день найбільше найбільше розвиваючийся вид спорта. В Америкі у нас є наші друзі, партнері, які там і преподають, і розвивають цей вид спорта. І можна йти по вулиці, не знаю, скільки у нас секції, наверное, по футболу, наскільки було популярно в своє часі фігурне катання і так далі. То джиу-джитсу там просто в кожному кварталі є школа. Даже не так Бразилия на сьогоднішній день, наверное, задає темп, як, наверное, Соединенні Штати. І постепенно це приходить всі України. Почему цей спорт підкупає? Тому що в будь-якому возрасте ти можеш зайнятися цим спортом, показати результат, як на міжнародной арені, і для себе сказати, що ти змог щось зробити. Це доступний вид спорта, скажімо. От 4-х років і 60-70 років можна займатися. Сергій, для України все-таки джиу-джитсу це все-таки джиу-джитсу, це все-таки екзотичний вид спорта. Он був таким багато років. Чому ви вибрали именно джиу-джитсу? Чем він привлек? Як ви вообще нашли першу секцію? Ну, я займався в клубе «Фёзд», показывали в сюжеті. У Валентина Дідака це був бокс. І була секція за грепплинг, борьба. І постепенно ми, займаєшся борьбою, потім прошло время, ми принципіально не одевали кимоно. Ну, нам не хотілося. І коли ми вже создали Лигу ТМС, ми поняли, що большой пласт спортсменів займається именно в кимоно. І фактично, наверное, до 2020 року джиу-джитсу багато тренери в Україні зв'язували як борьба в кимоно. Зараз він став розвиватися намного швидше. І нишу без кимоно займали інші спортсмени. І дуже популярно. В 2022 року в Лас-Вегасі будуть проходити международний турнір. Щоб ви понимали, билети виставили за год до события. Фактично 30% билетів вже розпродано на це мероприятие. Тобто на стільки популярний вид спорту. Ви собираєтесь? В Лас-Вегас? В Лас-Вегас. Конечно. Сергей, вопрос такой. Как, будучи в Лас-Вегасі, все внимание уделить соревнованиям і не попасть случайно в казино? Открыть не ту дверь? Знаєте, ми були в Емиратах. Честно, не було времени даже посмотреть. Мечеть в Абу-Дабі красивейшая. Каждый день проїжджали на арену по два раза. Мы вырвались туда в день отлета. Наверное, виделили себе час просто посмотреть, потому что хотелось что-то увидеть, помимо того, что это была боротьба. Это дети, это спортсмены. Мы поехали на соревнования, поэтому здесь как бы приоритеты были расставлены. Как все спортсмены. Я вижу мир с окна автобуса. Плюс-минус так. И в продолжении разговора почему-то квитспорт развивается в Украине. Мы приехали в Абу-Даби на арену. Мы были приятно удивлены, потому что мы шли, мы видели очень много спортсменов со всей Украины. Мы уже всех знаем, мы все видим. Почти 100 спортсменов приехало на этот турнир. Поэтому, помимо того, что к нам на турниры ездят и ребята с Казахстана, с Прибалтики, с Польши, с Румынии, с Молдовы. Мы их там всех встречали, всех знаем. Когда большая тусовка, все друг друга уже знают. Сережа, ну ты сам вот в сюжете говорил о том, что ты вышел и в хорошем понимании слова разгорелся там. И я хочу еще бороться. Поединок закончился, ты говоришь, я готов еще, но, к сожалению, проиграл. Вот как рискнул сам выйти. Я знаю, что и президент Шай Гутман тоже. Ну, с одних источников я читаю, что он получил, завоевал серебряную медаль. Ты говоришь, что нету… Нет, так сложилось, что, действительно, мы проиграли свои схватки. Шай вообще заявился в категорию, там, 120 кг, он 100 весит. Им вообще было очень тяжело бороться. Суть не в этом. Здесь, я думаю, больше понятно желание, как всю жизнь спортом занимаешься и хочется выступать. Но ради чего мы занимаемся? Чтобы показывать какой-то результат. Такая возможность попасть на чемпионат мира. Почему бы и нет? И, в конце концов, мы, как организаторы Лиги ТМС, я думаю, на своем примере показываем, что нет ничего невозможного. И если мы можем выйти на ковер и бороться, и создавать какую-то конкуренцию, показывать борьбу, почему спортсмены, которых мы возим, которые хотят заниматься спортом, они просто верят, что мы подаем своим примером, что ничего невозможного нет. Как в детстве, помнишь? Ну, это он не помнит. Я точно помню, не знаю, ты помнишь. Делай, как... Делай лучше. Германская демократическая республика была телевизионная программа. Делай, как я. Делай вместе с нами. Делай лучше нас. Да? Так вот, личным примером. Сережа, ну, скажи, вот Лига ТМС, как расшифровывается само слово, по-моему... Это аббревиатура на английском The Mission Submission в переводе «Цель досрочная победа». То есть у нас все турниры от 18 декабря, я пользуюсь эфиром, у нас... Мы опять в Днепре, это наш родной город Шаем, и Валентин, мы все днепропетровчане, или днепровцы уже. Мы проведем в миноре 18 декабря у нас будет международный турнир, он необычный формат, борьба будет между командами, будет команда Украины, Израиля, Казахстана и Польши. Типа стенка на стенку? Да. Интересный формат. Почему? Потому что спортсмен, который победил, он остается на татами, и с другой команды выходит свежий борец. То есть фактически один спортсмен может выиграть всей команды. Победивший остается на ковре, дается минута отдыха, и выходит с другой команды свежий борец. Это очень интересно. Сергей, вы сказали, что на турнире в Абу-Даби как организатор, вы увидели некоторые неточности в организации турнира? Недостатки, да, есть. В миноре мы не увидим этого? Я надеюсь, нет. Наша цель была поехать в Эмираты. Мы смотрим международные турниры мирового уровня, как они проводятся. Это очень интересно. И мы уже понимая, как работает система, увидели замечания. Но арабы смогли сделать такую дружественную обстановку. В принципе, то, что и мы делаем у себя на турнирах. То есть мы стараемся... Да, мы месяц-два-три готовимся к турниру, но когда мы проводим мероприятия, мы максимальное внимание уделяем как спортсменам, тренерам и гостям. Потому что мы готовимся до того. А сам турнир – это уже праздник. На празднике надо отдыхать и оказывать какие-то знаки внимания спортсменам, чтобы они хотели приезжать. То есть они должны чувствовать, что они дома. Если говорить о предстоящем турнире в Миноре, я так понимаю, что со зрителями будет соответствующие медицинские... Да, у нас сейчас... Мы уже открыли продажу билетов на контрмарке. Естественно, что это все будет сложиться с ситуацией в стране, да и в мире. Обязательно и ПЦР-тесты, и прививки. Все должно быть. Ну, мы в такое время живем, но никак по-другому не получается. Если говорить... Ты в интервью говорил, если говорить о чемпионате мира, вы собираете... Вернее, в Риме что у нас будет? Чемпионат Европы. Чемпионат Европы. Собираетесь стартовать там? Конечно. Конечно, мы же уже все разогнались. Уже нам не остановиться. Ну да, Европа... Европа же не мир. Меньше и можно... Ну, там конкуренция достаточно серьезная. Это тоже одна из топовых организаций мировая. Поэтому, я думаю, там будет все очень серьезно. Да, будем готовить команду, но там уже дети не будут. Там уже садалтов и мастера. Это черные пояса будут, да, в основном? Нет, с белых поясов, но с 18. Сколько вот в Абудабе, сколько, я знаю, мальчики у нас и желтые, и синие пояса? Это дети. У них немножко другие цвета, да. Взрослые с белого пояса начинаются. Белый, синий, пурпурный, коричневый, черный. Сергей, если вернуться к турниру, который будет проходить в Днепре, из стран участников, кто, на ваш взгляд, является наиболее опасным конкурентом для наших спортсменов? В 19-м году мы проводили в Киеве, была сборная Израиля, мы ее знаем. Команда, которую мы… Сережа, я извиняюсь, там не так, как у Высоцкого в песне «Наш народ». «Наш народ» там борется в Израиле или… Нет, нет. Не знаю, имеется в виду выходцы… Ну, песня есть у Владимира Высоцкого, помню. Имеется в виду, что выходцы из бывшего Советского Союза. Поляков мы не знаем, не пересекали с ними. Казахи очень сильные. В Эмиратах они представили очень большую команду, очень конкурентоспособную. Там все будет… ну, как бы, легких не будет команд. Турнир в один день будет, да? Да, в один день. То же самое, что будет и в Олимпийских резервах. Татан, центральный этот самый, да? Да, будет ковер, будет красивый свет, будет хороший звук, будет все очень красиво. Хорошо. У нас две секции джиу-джитсу в нашем городе. Ну, вот я был в Фёсте, снимал в клубе там, где Вы тренируетесь. Есть еще, скажем так, ну, если не сеть, то, по крайней мере, клубы где… Есть, конечно, да. У нас в городе и на горном районе есть клуб, и на той стороне есть, и в Подгороднем есть клуб. Мы даже сделали сайт Лиги ТМС, и у нас есть такая карта Украины, где мы в городах, те клубы, которые подали заявки, мы их там отмечаем, чтобы человек, если он поехал в другой город в командировку, он взял с собой кимоно, он мог найти быстрый клуб и пойти потренироваться. Молодцы, молодцы в этом плане. А, скажем так, что Вам ближе, с каких видов единоборств Вам приходят? Ну, не обязательно же с такого маленького… Или совсем неопытные? Совсем. У нас сейчас тенденция появилась, все, кто у нас взрослые занимаются борьбой или боксом, приходят, посмотрели наши турниры, приводят детей. И наоборот, дети, которые у нас занимаются борьбой, приводят своих родителей. У нас уже с семьями ходят бороться. Ну, вот самый такой старший представитель, который известен Вам у нас в городе, сколько ему лет? Не знаю. Вы говорите, в любом возрасте нет ограничений для джиу-джитсу, то есть может прийти ребенок, наверное, может прийти и человек предпенсионного возраста? Ну, 48 – не предпенсионный возраст. Пока нет. Наоборот, ты еще молодой. Вот, 48 – четко знаю, ходят. Хорошо, джиу-джитсу. Понятное дело, что сила рук, ног, ударной техники никакой у Вас нет, да? К нам очень много ходят ребят со смешанных единоборств. Почему? Потому что, если посмотреть тоже UFC, ну, по мне, наверное, процентов 50 поединков заканчиваются у них как раз-таки в партере. Поэтому ребята очень много со смешки приходят к нам для того, чтобы потренировать именно вот эту вот часть. Опять-таки, Ярослав Амосов, который выступал чемпионом Беллатора, приезжал в Запорожье к нам на чемпионат Украины, он выиграл абсолютно. Он тоже занимается джиу-джитсу очень плотно. Это, ну, базовая борьба для ММА. И если… Ну, я тоже у Вас на тренировке был. Первый раз, когда я увидел в этом самом… А вы в кимоно приходили или без? Нет. Потому что есть два лагеря, как Вы знаете, джиу-джитсу. Какой-то приезжал гуру, я не знаю, там, чуть ли не с Бразилии ее там выписали. А может, я не знаю, у нас… Вот я помню, что там секция была. Когда я попал сюда первый раз, когда Вы проводили на Олимпийских резервах, ну, поначалу мне показалось, вот, после каратэ, после этих, где, знаете, там, кулаками машут и ногами там это… Вроде как-то немножко… Как-то так медленно все, но потом смотрю, что… Борьба в кимоно, она действительно… Если человек не понимает в этом виде спорта, не знает правила, ему она покажется очень скучной. Борьба без кимоно, она более динамичная. И поэтому у нас измешен-сабмешен средосрочная победа. Для того, чтобы быстро сделать у нас… Мы сделали свои правила для того, чтобы этот вид спорта смотрелся, был более зрелищным. Ну что ж, Сергей Погосян, вице-президент Лиги ТМС, был гостем программы «Спортивный подкаст». Наша программа подходит к концу. Спасибо всем большое и до встречи через неделю. 78-61. Счет матча сборной Украины, Северной Македонии, баскетбол. Дальше идем к победам. Баскетбол. 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 Субтитры сделал DimaTorzok